Мы увидим Войцех Шевчик и Шейн Ван Боунинг. Разбой поочерёдный, и игра у нас до восьми побед. С вами сегодня Илья Скворцов. Кто-то в течение дня позже будет присоединяться ко мне в комментариях. Пока начинаю я в одиночестве. Можете, напоминаю, вам общаться со мной через чат наш на ютубе. Итак, Войцех у нас выигрывает раскат, начальный удар. И сейчас будет он разбивать. Да, как я уже говорил, решающая стадия у нас, Олимпийка начинается. Нет здесь случайных людей, даже если какие-то фамилии вам не знакомы. Люди эти уже доказали своей игрой здесь, на этом турнире, что они достойны играть на этой стадии. И, соответственно, право на ошибку уже ни у кого не остаётся. Поражение означает то, что игрок отправляется домой, но с небольшими призовыми на текущий момент. Чем выше будет стадия, тем больше будет призовых. Итак, есть у нас упавшие шары. В общем и целом, есть у нас игра по единице. Достаточно открытая позиция. Нужно сыгрывать, конечно, сейчас единицу. И дальше позиция, в общем и целом, раскрывается. Наверное, сейчас будет самый сложный удар у Войцеха. Войцех у нас представляет Польшу. Он достаточно молодой игрок. Ему на текущий момент 23 года всего. Но уже показал неплохие результаты. Он был в призёрах Евротура. Он был финалистом в World Cup of Pool. Правда, было это, да, ещё 5 лет назад, когда он был несколько моложе. Но с того времени он приобрёл только опыт. И будет он сейчас пытаться составить достойную конкуренцию Шейну Ван Боунингу. Регалии Шейна, мне кажется, можно перечислять до бесконечности. Он 7-кратный победитель US Open. Один из крупнейших турниров Америки. Несколько раз выигрывал Derby City Classic 6, если быть точным. 5 раз он играл в финале Derby City Classic. Он 2 раза был в финале US Open, да. Когда он не выигрывал, он был 3-кратным финалистом чемпионата мира по полу. Но вот на текущий момент ни разу ещё не выигрывал. Так, и вот, наверное, ошибка от Войцеха. Да, ошибка по выходу. Может быть, не приноровился он к раскату. Не было достаточно времени на разминку у игроков. Порядка, наверное, 5 минут, не больше им дали. И, видимо, Войцех первый раз, играя на этом турнире на телевизионном столе, он не угадывает пока по раскату. Но посмотрим. Можно шару играть в угловую лузу. Можно отыгрываться. Решает он играть. Попадает. Хороший удар. Чистый. И продолжает он свою серию. Не оказалась ошибка для него фатальной. Четыре пойдёт в центральную лузу. В этом проблем нет. Пять можно играть как в угол, так и в центр. Ну, вот немножко позиция такая. Полупозиция, наверное, битка. Чуть перекатило на угол. Не докатило до центральной лузы. Выход на центральную лузу. Но, опять-таки, здесь никаких проблем у него возникнуть не должно. В угол он будет играть. Аккуратно останавливает биток с небольшим прокатом. И, собственно, остаётся три шара. Близок он к тому, чтобы собрать свою партию. Ския повести в этом матче. 1-0. Всегда приятно открывать счёт во встрече. Неплохой задел. На будущую победу. Возможную, конечно же, победу Шейн не будет. Отдавать просто так. Эту встречу. Ну, вот. Опять, да, Войцех у нас не угадывает немножко по раскату. Не докатывает он биток. Но через один борт... Нет, наверное, вот с этой позиции, да, вряд ли он будет играть через один борт. Скорее всего, два борта, короткий, длинный, и выходить на десятый шар. Да, два борта, так и есть. Прекрасный выход на десятый шар. И можно уже говорить о том, что счёт у нас открывается. Да, 1-0. Польский игрок у нас ведёт в этой встрече. Итак, вторая партия у нас начинается. Устала Шейн, проверил он пирамиду. Всё его устроило и его разбой. Есть упавший шар, но вот поведение битка, да. Попал с внутренним винтом, и биток против обычного пошёл не назад к игроку, а покатился вперёд. Увы, небольшой накат и внутренний винт, который отразил биток от борта к противоположному короткому борту. Позиция, ну, не настолько простая, как она сложилась, наверное, у Войтс. Есть 2-5, можно назвать небольшим кластером, но при правильном выходе комбинация 2-5 играется достаточно свободно в угловую лузу, и проблем там возникнуть не должно. Да, великолепный удар от Шейна. Единицы в лузе. Выход заказывает он, естественно, пятёрка. Ничего там сложного в этой комбинации нет даже для игрока любительского уровня. Нужно просто отконтролировать биток. И второй шар. Собственно, позиция шаров была такая, что сделать это было несложно. Соответственно, на третий шар. Третий шар должен проходить в центр, не касаясь шестого. Но даже если коснётся шестого шара, небольшая проблема будет для Шейна. Но, собственно, он предпочёл не касаться. Шесть отправится в эту же середину, семь в противоположную, восемь в угол и девять, да, наверное, тоже в угол. Посмотрим, как выйдет на неё Шейн. Главное здесь обойти десятый шар. Можно играть в дальнюю угловую лузу. Выйти туда. Вот как раз Шейн сейчас смотрит на девятый шар. Нужно ему понимать, уже сейчас, играя седьмой шар, он уже держит в голове, как он будет сыгрывать девятый шар. Это отличает, наверное, игроков высокого уровня. Они смотрят не два шара, а три, четыре и пять. А в идеале, конечно, да, вся партия раскладывается изначально в голове. Именно поэтому на турнирах, да, на которых есть ограничения по времени на удар после разбоя, даётся всегда больше времени на обдумывание. Именно потому, что игроки высокого уровня, они после разбоя сразу смотрят, как они будут собирать эту партию. Так, удар Шейна, чистый удар, великолепный. Впустил он в дальнюю губку шар луза. Идеальное попадание. И один-один у нас становится счёт. Обменялись партии Миския. Вот так, например, Билли Торп, да, который входит в команду США на Кубке Москоне, который стоит в Лас-Вегасе в этом году. Он не прошёл в Олимпийку. Невидимо, также в Олимпийке трёх молодых русских игроков, как они сами себя называют, Биллиард Бразерс, Андрей Сироштан, Максим Дудонец, Фёдор Горст. Все они, к сожалению, да, для российских болельщиков, для всех нас, они все уступили при играх за выход в Олимпийку. Фёдор Горст уступил Альбину Оушину. 7-8 в контровой партии. Обидное, конечно же, поражение. Андрей Сироштан уступил также в контровой партии Кори Дьюэлло. Видели мы с вами этот матч вчера на нашем ТВ-столе. Ну и Максим Дудонец, он уступил финскому игроку Петре Макконе на 4-8. Спросил у Максима, как так. Говорит, ну вот, больше, наверное, везло Петре в этой встрече. Разбой был всегда идеальным. Два-три шара с разбоя падало, и Максим ничего не мог с этим поделать. Говорит, играл хорошо, но вот не везло, да. То есть у Петре всё оставалось с разбоя, у Макса были какие-то достаточно тяжёлые позиции. А мы все знаем, что разбой – залог успеха, да. Идёт разбой, встаёт хорошая позиция, падают шары, и практически без проблем каждый игрок собирает партию с Киям. У нас Войцех забивает шар с разбоя. Но вот позиция была не самая удачная, и отыгрывается он. Играл, в принципе, с запасом, да, в середину. Ну, Копейка бы, если бы упал, у него был удар по второму шару, но на всякий случай, да, так встали шары на столе, что на всякий случай он отыгрывался. Если не попадёт единицу, собственно, именно это и произошло. Он не забил единицу, и встал отыгрыш, достал шейн первый шар ударом в массе. Дуговик обошёл десятый шар, который мешал прямому попаданию по единице. Так не смог забить, я ставил открытый удар по единице. Её можно как и резать, да, достаточно тонкая резка, но выполнимая резка. Можно также пытаться отыграться. Шаров на столе много. И биток прятать достаточно легко. Ну, спокойно решил играть в улицах единицу в угол, выходить на второй шар. Вот вопрос, докатил ли он, вышел ли он на нужную резку. Сейчас посмотрим за ударом. Ну вот, самому ему не нравится. Может быть, просто резку не видит, да, когда шары стоят так близко. Второй, десятый шар неудобно просто сбивает. Это, конечно, прицеливание немного. И... Ну вот, вольцах не может пока увидеть ту резку и, собственно, не увидел. Но в конце концов он заказывает дуплет. Дуплет от длинного борта. Смотрит он выход на три, но опять-таки, да, это удар со страховкой. Он будет пытаться в том числе и отыграться и увести биток. То есть, чтобы... Даже если он промахивается по второму шару, второй шар не будет падать в лузу, увести биток за группу шаров. Он сильно промахивается, да. Но давайте смотреть на положение... На положение битка. Да, он отыгрывается. Собственно, у него есть выход на три, да. Если вы видите, в центральную лузу тройка спокойно играется. Это случай, если бы он забил второй шар. А, собственно, он его не забивает. И вот происходит именно это. Он... Он отыгрывается. Опять выход из маски предстоит Шейну. Второй в этой партии. Пока он подходит только, чтобы попытаться отыграться в ответ. Вот. Записается... смотрит у нашей как ему доставать второй шар да можно доставать его от длинного борта можно от короткого от короткого здесь в данном случае предпочтительней можно отыграться поставить оставить биток там еще стоит двойка двойку стянул на короткий борт однако вот шейн заказывает второй шар середину значит планирует он что биток выйдет у него на третий шар но здесь в принципе надо рассчитывать силу да смотрите был бы у него выход на третий шар и не видно не должно быть видно второй шар на нет скорее всего видно скорее всего проходит по урезке скорее всего проходит так шар оказывается не видно и войцах пошел за океем для прыжков ох хороший удар на самом деле выполнил войцах но вот не получилось у него немножко немножко не и и отдает он дает он позицию открытую позицию она дает шейна ван булнингу и тогда двойка у нас забита соответственно 3 отправляется в угол вслед за вторым шаром 4 отправиться в центр аккуратно и удар на немножко поиграл на нервах шейн не на своих конечно же потому что посмотрите он абсолютно был уверен в ударе нервов зрителей и посмотрите какой удар обычный любитель скорее всего добил бы четверку напрямую а шейн наиграл себе семерку она стояла близко очень к центральной узи вплотную на борту и но не самый удобный удар сопряженный с вероятными ошибками а шейн естественно не исключил вероятность ошибки да но он уменьшил ее чуть-чуть приподнял семерку и игра естественно по седьмому шару стало сразу проще 6 он должен отправить в угол по борту нужно очень аккуратно попадать видели мы с вами на этом столе что не принимает стол плотные не совсем аккуратные удары шейн справляется но вот недоволен он выходом большую достаточно резку оставил себе но качнул головой и продолжает свой подход до 8 центр 10 в угол и 21 забрал шейн разбой вой цеха и ведет он 21 но пока не случилось этого но вряд ли что-то помешает шейна так и есть 21 шейн лайн боунинг вырывается вырывается вперед в этой встрече опять таки повторюсь его разбой важны это важно когда поочередный разбой можешь ты забрать разбой соперника но и соответственно еще реализовать свой а ушей на здесь конечно один из лучших разбоев оба имели превосходные шансы конечно вчера заканчивать выигрывать свои встречи но к сожалению оба не самые ошибки нужные допустили а если вообще в принципе можно говорить о том что ошибки они нужны и но вот ошиблись они в решающих партиях не на самых сложных шарах дал кого-то там чуть проще была ситуация у кого-то чуть сложнее но тем не менее могли оба могли все был в их руках к сожалению нет не сложилось в этот раз и не видим мы их в списке игроков которые у нас играют в олимпийке у нас между тем шейн разбил есть у него упавшие шары но вот единицы до встала не очень удачно не догатилась она до центральной лузы и вот теперь его нужно теперь его нужно что-то придумывать шейн придумал дуплет в угловой лузы опять таки надо понимать что это дуплет вот игрушу то есть если он его не забивает он ставит биток и единицу вдоль длинного борта там где у нас несколько шаров ну вот недоволен шейн да не самый хороший удар не самый хороший потому что не не спрятал он единицу сейчас мы видим с вами великолепно что удар по единице абсолютно открытый можно забивать должна единицы проходить мимо четвертого шара и можно шефчику пытаться забрать свой разбой обратно преимущество первого разбоя посмотрим за ударом так есть у нас единицы в лузе но вот все таки наверное выход немного не такой каким хотел бы увидеть войцах он не расстроен во всяком случае эмоции на его лице об этом не говорят да потому что он расстроен как бы он в рабочем режиме играет и это наверное правильно да профессионал не должен эмоционально принимать свои какие-то удары он должен спокойно выходить к столу и делать свое дело дело вне зависимости от положения шаров на столе удар через весь стол через половину на данном случае club что с двойка в лузе третий шар у нас отправится в угол и четвертый в этот же угол 5 должна идти в противоположный шестерка в центр 8 в угол с девяткой есть вопросы да куда ее играть можно в центр можно играть середину угол наверное предпочтительней но опять таки здесь все на усмотрение игрока залезть в голову игроку невозможно у каждого свое видение позиции у каждого свое понимание того как нужно собирать собирать шары на столе главное чтобы все это работало но в данном случае мы можем быть уверены что в большинстве случаев это работает игроки дошли до стадии олимпийки они уже побеждали не один раз на этом турнире соответственно знают они как обращаться с киом и как решать позиции на столе шейман боунинг у нас вообще пока не испытал горечи поражения на этом турнире достаточно легко достаточно легко он прошел по сетке обыграл сначала марселя софиулина видели мы с вами этот матч потом был игрок из греции боюсь ошибиться с фамилией поэтому не буду наверное произносить и дальше у него был константин степанов за выход в олимпийку наверное самый сложный матч был для шейна пока на этом турнире и 8 5 достаточно уверенно спокойно выиграл войти же у нас проиграл уже и давайте посмотрим с вами кому кому войти проиграл как вижу вот я его путешествие по нижней сетке обыграл он так игрока из санкт-петербурга гарбус потом был греческий игрок антонакис у него 8 4 потом потом был была встреча с юрием кисмережкиным но по факту она не состоялась юрий заболел насколько я это знаю и просто отказался вот встреча соответственно засчитали ему техническое поражение соответственно в олимпийку вышел в улицах без борьбы так есть у нас выход на девятый шар играет в угол и десятку потом в центр срезает и 2-2 у нас становится счет так и происходит как установлены пирамиды если ему что-то не нравится он может попросить судью переставить пирамиду да это если есть судья у стола либо если есть так называемый зонный судья да который обслуживает несколько столов игроки ставят пирамиду сами себе то он может попросить соперника переставить пирамиду ну или переставить ее сам итак действительно достаточно мощный разбой войцах но недоволен он недоволен он конечно позиции сложившиеся после разбоя в первую очередь положение единицы во вторую очередь наверное 36 но вот пока выглядит так что тройка должна проходить мимо шестого шара но до тройки еще надо дойти не смотрит пока на это войсах вымеряет он пока единицу так мы с вами смотрим до 36 но вот скорее всего за задевает третий шар шестер куда они не не проходит скорее всего во всяком случае по текущей картинке опять-таки до третьего шара еще нужно дойти так попытка отыгрыша насколько успешная да успешная собственно смотрел я за первым шаром а уже по положению битка да можно было взглянуть на биток и даже уже не смотреть на первый шар встала маска хотя конечно если бы первый шар сейчас упал можно было бы вернуть удар войцах у ибо игра у нас заказная напомню на всякий случай и не очевидные шары такие как дуплет а бриколь их нужно заказывать озвучивать свой заказ сопернику лузу и номер шара в любом случае войсах неплохо отыгрался до шей не спалил после его отыгрыша но по факту дает позицию открытую позицию своему сопернику единственное что наверное хорошо для шейны в данной ситуации то что у битока единицы встали без резки да на прямую линию и соответственно выход выход на второй шар представляет определенную сложность будет на оттяжке играть войцах сильно через длинный борт ну и вот смотрим докатывается докатывается отлично удар мы видим в исполнении польского игрока это действительно технически не самый простой удар и он великолепно его исполняет до внутри да до 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 придумывает шефчик и потому вот как он подошел посмотрел четвертый шар видимо проходит у нас тройка да потому что ничего не придумывает он не отыгрыша ничего нет именно вот игрыш он придумал и хороший хороший удар все-таки не проходила дал настройка посмотрел просто траекторию движения битка собирался ставить он за шары 45 исполнил это великолепно прячет биток и можно опять-таки до джампом попасть по третьему шару именно джамп джампер мы видим в руках у шейна но не самое простое попадание можно играть дуплет можно играть шейн заказывает третий шар в дальний угол и это интересно конечно по резке забить шар не джампом достаточно тяжело в данной ситуации он хочет это сделать джампом смотрим за ударом на самом деле заказ стиле кори девилл он любит такие удары и часто их очень исполняет посмотрим шейн шейн не попадает что с положением шаров то вот если 3 за 7 до закатывается так и происходит повезло немножко шли ну в данном случае по резке конечно сильно не попал но это и не мудрено джампом попадать по резке намного тяжелее нежели игровым киём спокойно выглядит шейн смотрит с определенным интересом что еще придумают войцах да так получил он уже несколько вот агрышей в этой партии и в предыдущей смотрит что-то но давай посмотрим что будет у нас следующий раз играл комбинацию но наверно действительно вариантов у него было не очень много ну можно было попытаться найти вот игры можно было также биток уводить да на короткий борт тут область четверки пятерки но там очень должен был точный быть контроль битка показалось комбинация проще вы цеху конечно же не шейна его право однако по факту он отдал позицию американскому игроку но не должна здесь возникать проблем три шара осталось на столе 9 дальнюю вузу 10 противоположную и еще 32 можно уже наверное даже сейчас ставить этот счет не будем немножко торопить события подождем пока шейн спокойно соберет два свои шара 3-2 ведет на шейн лайн боунинг и и его разбой на на этот раз так разбой шейна смотрит он на первый шар здесь на упавшие шары есть и просматривает он траекторию битка на внутреннем винте либо два борта будет играть шейн решает играть на внутреннем попадает в тройку не нужно было ему на самом деле это ударение потому что затормозила тройка движения битка и получает он не ту резку на втором шаре который ему была нужна соответственно и 3 поменял свое положение вот теперь он смотрит как ему нужно выходить на третий шар и куда он может сыграть на вот видели мы с вами войцах пытается уж не знаю успокоиться медитирует закрытыми глазами сидит а пытается собраться сконцентрироваться от решиться наверное от игры шейна и играть от себя за то что называется у под себя играть в свою игру не будучи зависимым от игры своего соперника и собственно то к чему стремятся все игроки в бильярд играть для себя исходя из ситуации на столе и не переживая за то с кем ты играешь будь то шейнвен болнинг пули кражановский или стали в русском бильярде ронил салливан снукере независимо от имени ты должен играть сам со столом и шарами какие у тебя в руках соответственно в этих руках и твоя игра и твои спортивное будущее в данном случае это выигрыш или проигрыш любом варианте есть шанс подойти к столу и максимально осложнить жизнь своему сопернику забивая все то что ты можешь вот на здесь на самом деле ошибка по выходу от шейнван болнинга седьмой шар не играется в центральную лузу а позиция шаров такая что вот именно по центральной лузу у нас выходил шейнван болнинг смотрит он комбинацию 79 выжимает губами но не нравится ему позиция но и понятно никому бы наверное данная позиция не понравилась особенно с учетом того что эта позиция досталась из собственных рук это не какая-то удача соперника или его замысел собственная ошибка смотрим да не дорезает немного девятый шар и не получается у него отыгрыш видно беда семерка оставляет он четыре шара для шефчика и здесь наверно надеяться на выигрыш этой партии шейна уже не стоит вряд ли профессионал из польши до шанс подойти к столу шейна до в этой партии но мы продолжаем на русском языке вести нашу трансляцию может быть кто-то если хочет нас послушать английские комментарии за русскоязычных зрителей фейсбук открывайте находите там страницу и бен бильярдс и там вы можете слышать комментарии на английском языке на текущий момент михаила каблукова то можете слышать и андрея сероштана который до являлся нас участником этого турнира у нас же мажет войсах по семерке но ошибся откровенно по резке и везет везет немного ему встает маска на седьмой шар пытался шейн забить джамп видимо с вами повтор этого удара и не попал не попадает он вузу соответственно в очередной раз отдает позицию войти куда предположил я на прошлом ударе что вряд ли шейн подойдет к столу случилось это однако дивидендов это не привезло больших шейну так вот теперь ошибка вот войска потому что прикатывает биток на шар на 9 ему совсем было не нужно в данной ситуации да и по логике игры он должен был бы оттягивать биток с 8 шара на 9 теперь ему данная опция недоступна в ней шара он не может попасть девятка собственно этому препятствует поэтому нужно ему играть прокат 1 2 борта можно играть аккуратно на скате да и чуть немного прокатывая биток такой удар более простой на смерти нашел возможность опустить кей чуть ниже сыграл не однако сыграл на плоском ударе и получился у него выход от двух бортов в угловую лузу сейчас ему нужно собраться и сделать хороший удар и по выходу и по забить до луза могут не принимая здесь слегка не точные удары хороший хороший удар справляется ситуации польский игрок немножко наверное он перекатил выход на десятый шар на пятки ничего критичного здесь нету спокойно он должен забивать десятый шар просит он почистить биток увидел он на битке какой-то мусор да и соответственно сейчас мы с вами наблюдаем устройство которое на английском называется ball maker на русском маркер шара чтобы точно зафиксировать положение битка ничего не изменить для игрокам данные позиции посмотрим поможет это польскому игроку и не до помогает соответственно сравнивается у нас счет 3 3 разбой семерка не заходит 9 а видимо тоже да не заходит если у нас упавшие шары а для пятерка я не заметил не успел обратить на нее внимание пятерка в центре и дают это право шефчику продолжать свой подход к столу до собирать эту позицию но единица абсолютно открытая практически идеальная позиция а вот дальше что у нас с позиции на столе двойка открыта 3 шар вот наверное да по проблема 3 и ну собственно по большому счету проблему потому что если он выходит на третий шар ах нет пропустила 7 конечно шар с третьим да наверное проще если он выходит в зону на длинном борту да вот между длинным бортом и шарами 78 то он забьет тройку и есть у него выход автоматический выход на пятый шар упал кстати него на 4 ошибся немного но вот дальше семеркой вопрос что делать она не идет дальнюю лузу до мешает семерку вот нам с этого ракурса очень хорошо видно и девятка мешает попаданию семерки в другую главу лузу поэтому же длинному борту так а вот пытается сейчас наверное решить эту проблему войцах похоже было очень на то что попытался он задеть седьмой шар и поставить его на игру определенный риск конечно в этом ударе был можно было задеть семерку не с той стороны поставить себе маску уже на третий шар но этого он избежал однако и 7 не сильно на самом деле подправил возможно в дальнюю теперь у нас проходит семерка но вот с этого ракурса не очень до на проходит хотя может быть опять он пытается решить эту проблему но принципе логично чем раньше ты решишь эту проблему тем лучше и да если у тебя удар не получается то у тебя все еще будет возможность на следующем ударе как-то решать эту проблему ну вот не самую не теперь удобный выход шестой шар да и седьмой это собственно не сильно позицию улучшил он задвинул читали мы что везет войти в данном случае не повезло хотя и везением наверное это сложно назвать ошибка исключительно игрока все зависело от него и вот вышел он вот таким образом хотел он естественно обходить девятый шар не нужно было его никоим образом задевать его но не смог он это сделать и соответственно теперь ему приходится выполнять перескок нужно обходить ему девятый шар не забивает шестой шары что у нас опять везет наверное да но задейте шестой шар безусловно можно вопрос то можно ли его забить скорее всего нет не идет так смотрим шейн дальше он отыгрывается и идеально идеальный удар да чуть-чуть наверное перекатил до качает головой потому что можно достать от от одного длинного борта шестой шар если бы остался чуть больше на восьмерке то и эту возможность он бы исключил для войти но тем не менее как есть пишет мне о том что надо мне корякнуть чтобы доказать что это прямой эфир не буду естественно этого делать в прямом эфире эфир самый что ни на есть прямой сейчас 10 55 сегодня 22 сентября если это будет для вас доказательством ох 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 да везет и везет войтих он извиняется перед шейном да он точно так же понимает что это откровенное везение потому что маски нету видно шестой шар абсолютно непростой позиции десятками дает мешает попаданию открыто только одна треть шестого шара для попадания в биток битком по шестому шару не в биток конечно же посмотрим все что придумает шейн так наверно разводит короткий борт биток на противоположный до борта биток и шестой шар достаточно простое наверное все таки решение шейна но показалось она ему самым надежным отдает он удар открытый уж что мошару для польского игрока оставляет а вот тот заказывает дуплет дуплет не самый простой да через весь стол от короткого борта нужно аккуратно достаточно попадаем еще биток близок к борту посмотрим нет не забивает дальше не выкатывается на центральную лузу есть конечно выкатился шестой шар на центральную лузу было бы намного сложнее шейну можно сыграть этот шар да можно его забить дальше что семеркой делать семерка по-хорошему играется да вот отсюда в центральную лузу но прийти сюда битком достаточно сложно 3-4 борта нужно делать очень четко рассчитывается ударение это не так просто а подбивает он подбивает и ошибается бывали нужда да в этом подбое нужно было просто пытаться наверно давайте смотрим выходить дальше да за седьмой шар обходить ошибка в данном случае вот шейн иван болнинга многократного победителя и сумка неожиданно наверное в данном случае но уже как есть и будет уступать сейчас в счете первый раз после после первой партии но у этих естественно не ждал такого подарка вот шейна но безусловно рад так три борта у нас выход на 10 шар и 4 3 так разбой у нас шейн иван болнинга а мы пока быстро пробежим сюда по тем встречам которых за которыми у нас есть возможность следить степанов константин ведет 7 5 у микки иманина до прекрасные новости для российских болельщиков в одном шаге от победы и нужность константину конечно удерживать преимущество выигрывать этот матч и клен качи выигрывает 4 1 у дэниса хэчи 7 4 петри макканин выигрывает 5 2 ведет роль суки у марио хээ если на что-то еще может быть встречи закончились но вот вижу матеуша снегодский который идет с киями да он идет значит речь у него закончилась игра у нас дэвидом алькаида к сожалению нет пока результата так у нас возвращаемся к столу к ситуации на столе так не видела что произошло но шейн тем не менее у нас у стола первого шара уже нету вот выход с двойки на тройку сложный и шейн не понимает что происходит с битком поведение шара ему очень не нравится видимо хотел он выйти на длинный борт и оттуда играть тройку на посмотрим сейчас он не вышел от играть скорее всего не будет здесь резать высоко поднимает третий шар сказал что дает позиция что в общем целом у цеха есть возможность забить третий шар и выйти достаточно спокойно на 4 шар собственно возможность повести уже в две партии в этой встрече смотрим сейчас как будет играть польский игрок видели мы уже да как шейн отдавала ему позицию однако нет не забивал открытый удар ой цех и повезло ему в том моменте что встала маска молодец справляется поляк немного не то резко данные который его нужно для выхода на пятерку на пятики ничего сложного нету внутренний винт небольшой использовал и вышел на пятый шар 7 седьмой шар да у нас в угол хотелось когда я должен отправиться в противоположный по этому борту так и происходит 8 центр 9 скорее всего идет у нас в угол и десятка также в угол идет опция до возможности того что девятка также будет сыгран в центр хотя проще наверное выходить на 9 шар в угол ну вот константин степанов по всей видимости закончил свой матч ибо счет стоит 85 до вижу и антона преснякова показывает он не жестами что константин степанов видимо выиграл у микки иманина да соответственно 85 то встреча заканчивается 86 до в итоге 86 вот мне подсказывает что и и и и и и и и и Так, собственно, возвращаемся мы к нашей встрече. Есть упавшие шары, соответственно, продолжают свой подход в войцах. Положение единицы опять не самое приятное для него. То... Мог бы и дуплет, наверное, сыграть, если бы в восьмерке и девятке не закрывали ему центральную лузу. Заказывает девятый по всей... Нет, все единицы. Не слышал я, к сожалению, какой заказ, но тем не менее, да, в центральную лузу заказ есть. Проще, наверное, девятый шар заказать в данной ситуации. Чуть было не было. После удовлетворения со вторым шаром едва единица не роняет девятый шар в лузу. В итоге девятый шар остается на столе, а единица падает в угловую лузу. Есть возможность, да, смотрим еще раз. Да, задевает второй шар. Почти срезает девятый шар. Не так, конечно, задумывал свой удар в войцах, но не получился он у него откровенно. Есть возможность у Шейна вернуть удар в войцах, потому что упал незаказной шар. Если это происходит, есть возможность у игрока, который подходит к столу, вернуть удар сопернику. Но Шейн не хочет этого делать. Придумывает он отыгрышей. Наверное, не очень получается у него данный удар. Да, собственно, вот проходит Шейн не в комментаторской позиции. И недоволен он данным ударом. Такая ухмылка у него на лице. Как-то пока не включился у нас Шейн, да. Обычно у него, ну, на каких-то групповых начальных стадиях Шейн достаточно часто играет. Он не сильно напрягаясь, да. Он позволяет себе... Позволяет себе играть спустя рукава. Ну, потому что его уровень спустя рукава, он космический для многих игроков. Потом он включает то, что он называет Beast Mode. Режим зверя. И, собственно, сам Шейн об этом писал. На одном из турниров, не помню, ES Open, наверное, это был. Он играл не очень уверенно. Проиграл он в верхней сетке, упал в нижнюю. Так. Ну, вот здесь мне говорят, что по всей дниси Руслан Чинахов у нас проиграл все-таки встречу. В контровой партии. Так, ну, а мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Это у нас к столу. Шейн мажет. Перерезает он второй шар. Падает он не по заказу. Также есть у Войсха возможность вернуть удар. Но вряд ли он это будет делать. Открытая позиция по третьему шару. Есть выход на четвертый. И позиция самому себе шаров открытая. Поэтому вряд ли имеет смысл отдавать этот удар. Ну, собственно, то, что я вам пытался рассказать. История US Open. Если я не ошибаюсь, это была. Шейн проиграл встречу. Упал в нижнюю сетку. Дальше получил звонок. Звонок или сообщение на телефон от неизвестного номера. Да, там, что человек был счастлив. Что Шейн наконец-то проиграл. И что это его действительно реальный его уровень Шейна. Что он не может играть. И, собственно, именно это сообщение, да, по-хорошему так разозлило Шейна. И он как раз включил вот этот вот режим Зверь. И дальше безошибочно, не отдавая больше трех-четырех партий своим соперникам, спокойно дошел до финала. И также спокойно выиграл этот финал. Писал он об этом сам. И даже благодарил вот этого анонимного пользователя, который прислал вам это сообщение. Спасибо тебе за то, что ты написал мне это сообщение. Без тебя я вряд ли бы выиграл этот турнир. Но вот пока сообщение никто Шейну не пишет. И играет он, наверное, откровенно плохо, да, для Шейна ван Боунинга. Потому что... И это непонятные ошибки. И нельзя, наверное, сказать, что не привык он к столу. Играл он на нем в первый игровой день. Ну, небольшая разминка была сегодня. Да, и... Сейчас, да, у нас уже восемь партий. Девятая заканчивается. Поэтому пока непонятно состояние Шейна ван Боунинга. Не идет у него откровенная игра. И, судя по всему, будет он сейчас уступать три партии в счете. А Войцеху останется всего две партии для победы в этом матче. Девять в Узи. Аккуратный выход на десятый шар. И... Да здравствуй, счет 6-3. Неожиданно, наверное, да. Все ожидали достаточно легкой победы в данном матче Шейна ван Боунинга. Но реальность такова, что любой, абсолютно любой, да, из высших в Олимпийку может претендовать на победу в этом турнире. Здесь нет слабых игроков. Да, Мику, наверное, считали все-таки фаворитом этой встречи. Не Константина Степанова. Да, во всяком случае, потому что мы видели вчера на АТВ-столе. Мико играл абсолютно уверенно, абсолютно комфортно. С Альбином Оушеном 8-3. Но вот сегодня Константин Степанов оказался сильнее. Поздравляем мы его с этим. Выходит он в следующую стадию. Вот сейчас прошел... Да, извиняюсь, за небольшую ползу прошел мимо меня Матеуш Снегоцкий. Спросил я его, выиграл ли он или нет. Вот он ответил, что нет. Играл он против Дэвида Аль-Каиды. Соответственно, Дэвид Аль-Каиды у нас выходит в следующую стадию. Есть ли у нас еще какие-то результаты? Ну, соответственно, да, я сказал вам про Руслана Ченахова. Он проигрывает свою встречу. Так, ну и Клянт Качи, по всей видимости, у Денниса Хэтча выигрывает. Что-то 7-1, во всяком случае, на текущий момент. И вряд ли там будут какие-то проблемы. С тем, чтобы закончить эту встречу, и Клянта в свою пользу. Ральф Суки выигрывает 6-3 у Марио Хэ. Ну, по всей видимости, доведет матч до победы. Редко Ральф отдает встречу после того, как ведет в счете, достаточно уверенно. Ну, и других результатов у нас пока нету. Возвращаемся на наш стул. Так, разбой. Соответственно, очевидно, успешный. Тройка и четверка, да, это та проблема, которую нужно решать польскому игроку. Он не хочет, он это делать. Польск отыгрывается. Ну, понятно, да, нужен ему удар с руки. В данном случае двойка стоит близко к третьему и к четвертому шару. Можно спокойно подбить, можно, собственно, и отыграться, да, можно прокатить стройку по длинному борту и оставить биток на четверке. Но вот Шейн-то не дает возможности ударить с руки. Польскому игроку, более того, он делает, наверное, идеальный удар в данной ситуации. Он отыгрывается в ответ, попадает от двух бортов в двойку и вводит ее за девятый шар. Так, ну вот, да, вижу я Денниса Хэтча, соответственно, явно он не выиграл свою встречу. За счет 7-1, наверное, достаточно сложно отыграться. Ага, попадает во второй шар, но рикошетом биток уходит в угловую лузу. Ну, вот, соответственно, теперь решать проблему с третьим и четвертым шаром предстоит Шейну. Так, а давайте посмотрим, есть ли у нас возможность сверху посмотреть. Да, можно играть... Не успели мы увидеть. Можно было, да, наверное, попробовать сыграть второй шар в центральную лузу от четвертого. Но вот сейчас вижу, что большие преимущества это не до оба Шейну, потому что четверка, скорее всего, оба также осталась вблизи тройки. И вряд ли бы тройка вышла на игру. Ага, вот, я все думал, что делать с третьим шаром. Оказалось, ничего с ним делать не нужно, его нужно просто забить в угловую лузу. Проходил он достаточно спокойно, но я не устала, не все позиции мне видны. А камера все-таки дает периодические искажения. Итак, пять в угол, шесть, семь в центр, противоположные, восемь в любой угол, по желанию Шейн ван Боуминга. Девять и десять также отправляются должны в угловые лузы, и, собственно, счет должен сократиться. Шесть, четыре он должен сейчас стать. Продолжение следует... Шейн решил отправить девятку в центр. Ну, десятку-то он в центр явно не отправит. Я на мой удар в угол шесть, четыре. Ну, вот есть у нас вести с полей, да, у Казакиса идет встреча с Домингисом, и там счет близкий к равному. Ну, соответственно, Йошуа Филлер вылетает у нас с турнира. Закончил он играть Ильяс Хайрулин, вот, по всей видимости, проигрывает, да, в контровые партии. Также с польским игроком он играл. Оставляет он седьмой шар в лузе. Ну, и вряд ли он выиграет этот матч. Но мы с вами возвращаемся к нашей встрече. Есть упавший шар, есть открытый удар по единице с возможностью выхода на двойку. И, в общем и целом, позиция Шаров пока благоволит Войцеху для того, чтобы собрать эту партию с Кия и выиграть, соответственно, ее и стать ближе на один шаг к победе. Вот, Сергея Никитина мы приветствуем в наших комментариях. На Ютьюбе, да, похоже, акклиматизация доехала до американцев, но вполне возможно. Повыносили их дружненько. Собственно, и, да, даже у нас во встрече лидера сборной Америки обыгрывает молодой польский игрок, который, безусловно, силен. Но, уж, по крайней мере, по титулам не может он никоим образом сравниться с шейным ванбоунингом. Так, биток. Забавный выход. Хотел, хотел сыграть с вояка Войцех. Видимо, засмотрелся он на соседний стол. У нас тут играют в пирамиду. Увидел он, что он там вот считается легальным ударом. Захотел попробовать здесь. Немножко не попал в губу. У него биток ударился. И даже получился выход на третий шар. Четверка. Ну, да, с семеркой здесь небольшие проблемы. Но можно и в центральную лузу забивать. Можно и в угловую лузу забивать. Главное, аккуратно выйти. Но, собственно, если играть в центральную лузу, и даже и аккуратного выхода не нужно. Здесь достаточно широкая зона выхода под игру в центральную лузу. Собственно, да, смотрит он. Выход на седьмой шар в середину. Но восьмерка тоже доставит в центре стола. Играется в любую шести луз. Проще ее, естественно, играть в центральную, которая напротив девятого шара. На остановке можно играть. Там есть небольшая резка. Можно оставить биток, не доводя его до длинного борта. Там можно выйти через борт аккуратным ударом. Соответственно, через длинный борт спокойно поднимает биток. Восемь в центр, девять в центр. А вот на девять в центр. Да, кстати, резко немного не та получилось у шефчика. Так, наверное, он решил под угол выходить. Вот потому, как он сейчас целится. Нет. Не решил. Фантазии это мои. Не воплощает мои фантазии. Войцех шефчик играет все равно по-своему. Его право. Он все-таки устал, а не я. Соответственно, сейчас девятка последует в центр. И три борта по-хорошему нужно здесь для выхода на десятый шар, для комфортного выхода. Ага, в четыре решил играть. Ну, наверное, единственное, что неудобно поставил биток близко к борту, а так никаких проблем не вызвал этот выход. У войцех шефчика вообще какие-то проблемы с постановкой моста. Ну, все. Встал в удобную для себя стойку и забивает десятку. Семь-четыре. Семь-четыре. Одну встречу ему остается выиграть. Для того, чтобы пройти в следующую стадию и такую мини-сенсацию, может быть, сотворить, обограв одного из главных претендентов на победу в этом турнире. Ну, вот весть из полей, да, опять-таки у нас есть. Харулин Ильяс у нас, оказывается, выиграл все-таки. У Фортунский, да, если я правильно помню. И, соответственно, вот Кори сейчас мимо нас прошел, довольный, улыбающийся. Ну, правда, Кори всегда практически доволен и улыбается. Соответственно, выиграл он свою встречу. Спрашивают меня, играл ли я сам в пул, да, играл и еще. И продолжаю играть периодически, если есть возможность. Собственно, с чем связан у вас вопрос, уточните, опять-таки, в комментариях. Так, разбой у нас Шейна. Режет он копейку, прекрасный удар. Обратная резка через весь стол. Ну, двойку он не хочет резать, вполне понятно. Отыгрывается достаточно хорошо. Отыгрывается, да, невозможно достать двойку, скорее всего, через... Хотя нет, проходит. Должен, наверное, пройти биток через длинный борт. Ну, да, собственно, так и выцеливает его. В войцах этот удар. Есть там коридор небольшой. Собственно, она ищет эту точку в войцах, да, у него чуть другой вообще подход, в принципе, к удару. То есть, там достаточно внимательно всё вымеряет. Шейн... Шейна не видел я, да, много ударов, когда... Именно вот Киём пытается он вымерять и ищет какие-то точки, то нет. Обычно посмотрел на позицию очень часто, да, даже с одной точки и... Играет спокойно, но здесь, наверное, опыта у Шейны несравнимо больше, нежели чем у Войцаха. И понятен такой подход. Вышел из маски у нас польский игрок. Но неудачно оставил открытую позицию для Шейны. И, наверное, сейчас Шейна сократится. Отставание 7.5. Но, опять-таки, разбой будет не в его пользу. А вот уточнили, что есть сомнения в моей квалификации и комментирую как карамболист. Да. В карамболе я, конечно же, играю постоянно, много, активно, дорого. В общем, если нужно, обращайтесь. Имя моё спрашивают, но представлялся я, представлялся ещё. Илья Скворцов меня зовут. Здравствуйте ещё раз, уважаемые зрители. Собственно, девятка у нас отправится. В центральные вузы десятка отправляется в угол. Счёт становится 7.5. И разбивать будет... Войцех шевчик. Так, смотрим. Разбивает на матч. Ну, да, хорошая позиция встаёт. Действительно, наверное, будет разбой на матч, потому что не видно здесь каких-то больших проблем для польского игрока. Соответственно, копейка, двойка, они отправляются в противоположные углы. Третий, ну вот, четвёртый шар, наверное, может представлять какую-то сложность в силу того, что восьмой перекрывает траекторию движения в угол. Но, да, есть же середина, и, собственно, спокойно можно играть в центральную вузу. Без проблем, эта позиция должна разбираться с шевчиком. Ну, смотрим, да, в предыдущих трансляциях несколько раз уже говорили мы о том, что да, позицию можно спокойно разбирать. Проблем здесь не видно. Однако, где-то игроки находили проблемы на ровном, конечно, месте. Вот. Ну, стоит, наверное, учитывать, что были у нас ранние стадии турнира. На них, ну, во-первых, возможны помарки, да, поскольку играется 2-1 сетка, так называемая, есть возможность, если ты проигрываешь один раз, ещё попадать удачу в этом турнире. Ну, и, как бы, уровень, наверное, игроков был чуть ниже, поэтому видели мы с вами и промахи по 10-му шару, и непонятные джампы, да, которые вообще не предполагались в ударе. И промахи, казалось бы, в верной ситуации, поэтому не будем забегать вперёд, но, тем не менее, да, вот Шейн сейчас сидит, он расстроенный, как-то уже отрешён на несколько, он смотрит за этим матчем. Ну, он прекрасно понимает, что сейчас он уже ничего не решает, всё в руках поляка. Вот, кстати, не очень аккуратно он забивает третий шар, и выход на 4, ну, он, безусловно, получается, можно спокойно четвёрку забивать, но третий шардов, давайте сейчас посмотрим на повторе, не очень чисто он его забил. Да, то есть чуть-чуть перерезал, и, ну, на самом деле, повезло ему, что принял Алзу его удар, потому что видели мы с вами и вчера, и в первый игровой день, да, то, что Алзу могут спокойно не принять неточный удар, особенно если он достаточно плотный, то здесь практически стопроцентная гарантия того, что шар вылетает из лузы, или, что ещё хуже, остаётся в створе лузы, да, и сопернику остаётся практически всегда открытая позиция. Везёт Войтс, куда, собственно, мы уже обращали внимание, что в этом матче ему везёт чуть больше обычного, ну, соответственно, и стройка ему повезло, ну, а между тем уже и четвёртый, и шестой шары у нас исчезают со стола, выходит на седьмой шар, и, собственно, четыре шара остаётся у него, у польского игрока, и эти четыре шара отделяют его от победы в этом матче, наверное, неожиданной. Всё-таки победы, потому что многие бы поставили, конечно, на победу Шейна Ван Боунинга в этой встрече. Ну, собственно, да, видели вы выражение... выражение Шейна. Не понравился ему сегодняшний матч. Провёл он его по большей части как зритель, да, судя по счёту. Видимо, не очень доволен увиденным, но шансы у него все были. Он не захотел ими воспользоваться, что-то ему помешало, да. Ну, вероятно, да, акклиматизация. Ряд ли, что она наступает на второй-третий день, самый тяжёлый её период, ну, возможно. 8-5. Заканчивается у нас матч, и мы, наверное, проведём... Мы, наверное, проведём интервью небольшое, да, с... Свой цехом... Свой цехом... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...